Тьёть-тьёть-тьёть-тьёть-тьёть! Здорово, ребят! Ёж на связи, как всегда, этих ВЖУХ! Видосик такой у меня врывается на проверку, конечно же, своим подписчикам. Итак, ребята, видос направлен на то, чтобы вам показать с приходом лифта, как изменился подъём наверх. Тот подъём, который вы не знали о нём, конечно же, но тот, который я вам покажу. Итак, друзья, поехали! ВЖУХ я такой залетел на лифт, сверху у меня стеночка закрыта, вернее потолок. И я бэм, и я уже наверху. Та-дам, друзья! Скажете, мистика? Это всё волшебные ручки мистера Ёжика. Итак, сюда нельзя поставить ни спальный мешок, ни печку, ни большой ящик, ни костёр, вообще ничего. Но можно здесь спрятаться. Это просто бункер. Когда у меня лифт уходит вниз на первый этаж, тут реально есть потолок. Смотрите обо внимание, обратите на то, что всё здесь у меня стоит, и всё вокруг стоит, когда Ёж стоит, конечно же, на этом потолке. То есть, КП есть на всех стенках и даже на полу. И отсюда можно вести огонь под тем неприятелем, которые на вас нападут. Просто спрятаться. Я думал, что можно сделать бункер, но, ребята, бункер... Относительно бункер является этим местом, потому что поставить, к сожалению, я так и здесь ничего не смог. И как же это делается? Да легко и просто, ребят. Вот квадрат я уже поставил, а забыл снести, сорян, треугольник не нужен. Вернее, он нужен, но сверху. Ставлю его повыше и ещё раз квадрат. Сношу треугольник посередине. И, ребят, конечно же, надо не впредык так вот ставить, как я, а немного отойти. Если всё получается, красавчики, если нет, треугольник ставим по-новой. У меня с первого раза получилось. Итак, обратите внимание на то, что две стены выше, чем одна. На низкой стене я ставлю треугольный потолок. Один. И сверху второй, вообще, втыкаю его сюда. Поставил, всё устоит. Снежу одну стенку. Всё, выглядит вот так моя конструкция. Назад поставил. Дальше, на этом квадрате ставлю стенки. И сюда, ребята, становится лифт. Один. И второй сверху. Вошёл, не почувствовал даже. Обратите внимание на то, что я могу поставить стенки на втором этаже. На том месте, где у него стоит лифт. Они нужны здесь обязательно. Иначе ничего не выйдет. Поставил со всех сторон. Вернее, с трёх сторон стенки. Теперь подводим электричество. Кто в танке, как завести лифт, не знаете, если... Посмотрите видос, у меня есть на эту тему, как лифт поднять. Ничего сложного нет. Втыкаем кнопку сюда, чтобы лифт двигался наверх, вниз. И дальше, Вася, отвечаю. Ныска. Поставили, включили, заточили. Работает. Вот он. Бэм. Сюда уехал. Дальше, чтобы поставить крышку, закрыть второй этаж, ставим сначала внизу, потом вверху. Удаляем внизу стенку. Сверху стенка стоит. No problem. Вообще easy. Теперь барахтаемся на первый этаж, включаем лифт, и бумс, я через крышку, вернее, через крышу проник. На втором этаже тоже можно, видите, как закрыть стенку, то есть без проблем. Улучшаем её. Ну, смотрите, сначала я попытаюсь отсюда выйти, но отсюда выйти нереально, потому что вниз уже нельзя так проникнуть, так как вверх. Вот так вот. Такой вот ситусион. Вуаля, сильвуплея, пожалуйста. И вот так вот выглядит со стороны данная комната, данная штука. Не знаю, конечно же. А, обратите внимание, что я сейчас не улучшил. Памс, то есть можно улучшить до любого металла. Я по классике до камня и вверх, ну, типа нубик, заточил до железа. Всё, ребята, такой вот способ. Может, как-то можно ещё что-то сделать, я пока не знаю. На этом всё, с вами был, как всегда, мистер Супер Турбоёж. Увидимся, ну ты даёж. Хе-хе. Покедова. Бум. Хе-хе-хе.